Всем привет! Я Макс Осабин. Признаюсь честно, меня полностью выбило из колеи творчества и YouTube-активности. И сегодня я попытаюсь в нее вернуться и расскажу вам о создании новой работы в вашем любимом формате из скетча в арт. Поехали! Вообще, этот арт спасло то, что над задумкой я начал работать еще в январе. Сначала думая о том, в каком сеттинге хочу делать новую серию работ, а потом перебирая разные варианты скетчей. В тот момент я переживал по поводу слабых мест в своем творчестве, а конкретно о работе с композицией, и начал активно самообучаться по этой теме. В качестве нового сеттинга я решил опираться на стимпанк. Хотя, не сказать, что общий дух как-то сильно отличается от тех фэнтези-артов, которые я делал до этого. Этот вариант наброска я закончил на начале февраля. Вполне довольный тем, что получается, я на время отложил работу, чтобы успеть доделать пару очень крутых коллабов. А потом... Надеюсь, когда-нибудь я смогу поделиться с вами работами, сделанными для этих коллабов. Может быть... Не знаю. К реализации этого арта я вернулся уже только с началом апреля. И все шло со скрипом. Особенно это касалось города. Всякая архитектура в таких артах и таком сеттинге это почти всегда боль. Когда нужно изобразить что-то несуществующее в реальности, в реалистичном стиле. То ли фотобашить все по мелким кусочкам, то ли делать что-то в блендере. Я решил, что все же большую часть соберу из фото стареньких европейских домиков. Но, чтобы совсем не потеряться в структуре и перспективе, сделать все-таки какую-то грубую основу в 3D. Сначала я просто сделал совсем кашу, рандомно повытягивав вверх квадратные полигончики и немного настроив простой шейдер. Но я еще и захотел, чтобы эта основа помогла мне сообразить, как лучше раскидать свет по городу. Так что я решил все-таки добавить детализации. Сделал пару простых болванок, каких-то зданий. И это уже дало что-то, что можно использовать как основу для фотобаша. Хотя в целом вся эта возня в 3D больше похожа на какую-то неосознанную психологическую тактику обхода боязни чистого листа. Ну типа сделать хоть что-то, прежде чем снова открыть фотошоп. Таких проблем нет, если просто рисовать без всех этих ваших фотобашей и не упираться вот в такие барьеры. А у вас бывало, что из-за боязни неизвестности вы просто не могли начать что-то важное для себя? Часто такое проявляется в обучении, когда ты просто не берешься изучать что-то, ведь не особо понимаешь, как в этом деле все устроено. Так вот, ребята из Skillbox придумали, как помочь вам справиться с этим, запустив мероприятие, в котором вы за 0 рублей можете попробовать интересную вам профессию. Да, абсолютно бесплатно вы можете получить доступ на 7 дней к одному из многих курсов по направлениям программирования, дизайн, маркетинг, игры, управление и мультимедиа. Возможно, вам хочется сделать векторные арты, но иллюстратор для вас темный лес и непонятно, зайдет ли это вам. Хороша ли программа обучения и преподаватели? Теперь можно не гадать, а проверить все лично. Хотите ли вы заниматься моушн-дизайном, создавая эффектную анимацию для рекламной индустрии? Или, может быть, вам интересно 3D-моделирование или геймдев в целом? Изучив весь список предложенных курсов, вы наверняка найдете интересную тему. Чтобы получить курс, просто выберите его, заполните заявку и ждите от скиллбокс письма с приглашением, по которому вы получите доступ к нему абсолютно бесплатно. Обязательно переходите по ссылке в описании, чтобы ознакомиться с предложением и воспользуйтесь шансом попробовать то, что так давно хотели. Итак, я срендерил и экспортировал основу и карту глубины, чтобы сразу нацепить туман, который в том числе будет помогать ориентироваться в перспективе при монтаже и вписывании фоток в окружении. После этого я добавил заранее подобранные стоки в проект и высматривал в них участки, которые могут вписаться. Обычно, вклеивая такие геометричные объекты, я почти все делаю чуть ли не по линеечке, но тут город по задумке должен вообще никак не акцентировать на себе внимание и поэтому почти весь будет скрыт в тени и дымке. Ну и учитывая множество мест склейки, очень многое я буду зарисовывать от руки. Но, конечно же, все равно хотя бы на глаз старался соблюдать перспективу в общих чертах. С помощью кривых я погружаю их в тени и сразу же накидываю тот же туман, что и на 3д основе. Чтобы нарисовать свет в тех областях, где я задумал его еще на 3д заготовке, я на маске убираю затемнение и подкрашиваю в желтый оттенок. Ну и дальше просто очень много рисования, где я дорисовываю какие-то новые элементы, которые будут вносить больше взаимодействия и соединять разные куски. Рисую я абсолютно разными текстурными кистями, которые я обычно создаю сам. Тут я попутно экспериментировал с ними, сочетая их с разными другими, через параметр двойная кисть. Своими кистями, кстати, я делюсь на патреоне и бусте. Я там уже и бусте. Своими кистями, кстати, я делюсь на бусте и патреоне. Из 3д заготовки я решил использовать не только пару редких кусков на переднем плане, но и трубы, раскиданные по всей сцене. Для этого я отрендерил для них маску в блендере и вернул их почти везде поверх фотобаша. Рендеренным и нарисованным от руки кускам немного не хватает фотодетализации, поэтому я создал для них текстуру, соединив вместе фотки разных стен и вытянув их в общую равномерную яркость. После того, как все более-менее склеилось, я начал работать над небом. Мне всегда была интересна возможность создавать и рендерить облака в 3д, но я упирался в мощности старого компа. В феврале я все-таки решился проапгрейдить железо и теперь с детской радостью куда больше экспериментирую в 3д. В блендере уже год, как есть возможность генерировать волюм объекты из любых обычных. Это делается за полминуты буквально. Проблема только в том, что не так просто сделать это еще и по общей форме, похожим на облака. Чтобы они были в нужной степени рыхлые, плотные, но при этом разнообразные, снизу плоские. Раньше было сложно добиваться этого перебором настроек, так как после каждой смены параметров нужно было ожидать, пока процессор подгрузится, а потом видеокарта еще и срендерит это все. А как только это все стало быстрее, я наконец-то начал добиваться приемлемых результатов. Я, кстати, делал несколько разных рендеров, которые можно использовать в проектах и выкладывал их для подписчиков на тех же бусти и патреоне. А вместе с ним еще и целый блендер проект с уже настроенными облаками, с которыми можно играться. Да, я теперь часто буду напоминать про патреон и бусти. Сорян, без монетизации туговато. Ну а для этого проекта я хотел пойти дальше и придумать какой-то способ, чтобы еще и относительно быстро раскидывать эти облака так, как я бы хотел видеть их в арте. И гляньте, какую я наворотил схему, с которой я буквально рисую облака в 3д. Я несколько дней придумывал, как это все реализовать. Начинается все с векторных кривых. Рисую я, по сути, именно их. Дальше они перегоняются в меш, на который я навесил еще и геометри ноды. Которые, во-первых, налепливают поверх вот такие шарики, а во-вторых, создают какое-то подобие атмосферного слоя, об который плющатся облака снизу. После этого же меш вот здесь превращается в окончательный волиум объект. Посмотрите, как это выглядит под разными условиями освещения. Не знаю, как вам, а я очень кайфовал от этого процесса и от результата. Это особенно интересно, учитывая то, как мало можно найти в инете о подобных экспериментах с блендером. Почти все уроки ограничиваются просто перегонкой меш и волиум и все. Я горд своими результатами и перекидываю рендер облаков уже в фотошоп проект. Но я, как экспериментирующий блендер энтузиаст, это одно. А я, как фотошоп-художник требовательный к себе и исходникам, это уже совсем другое. И в итоге я все равно очень много деталей в облаках перерисовываю вручную. Не смейтесь над моими загонами и абсурдностью некоторых действий. Просто примите их. После завершения работы над небом я перехожу к черепашьей горе. Да, смысл этой штуки именно такой, если вы вдруг задавались этим вопросом. Я накидываю кучу фоток с разными горами, скалами, стараясь использовать элементы их структуры так, чтобы они подчеркивали форму. Тут, к счастью, каких-то перспективных сложностей нет, просто лепи как душе угодно. А подогнать все это по цвету уже не проблема, если умеешь работать с кривыми. А если не умеешь, у меня есть видос об этом, кстати. Советую, он неплохой. Город на горе тоже несложный, и я использую форму, нарисованную еще на этапе наброска. И накидываю туда куски одной и той же фотки с замком. Вообще, я подобрал несколько стоков, но пригодился лишь один. Ведь по сути город очень маленький, он будет далеко, в тумане, как все остальное. А на основную считываемость города, по сути, больше всего влияет только маска слоя, которую я чуть поаккуратнее проработал. Ну и свет, который все равно рисуется из головы и очень мало зависит от того, что там вообще проглядывается на кусках фоток. Гору на этом этапе я пока что оставил. Это еще далеко не финальный ее вид, но уже вполне достаточно, чтобы понимать, как в целом формируется общая картинка. Поэтому я перешел к доделке переднего плана. Тут уже отношение к перспективе было построже, так как промахи с ней будут сильнее влиять на впечатление. Дом на переднем плане я создал, соединив крышу от одного стока со стеной от другого и создав пару брусьев для колоритности. После небольшой работы над деталями и первой подгонкой цвета я добавил достаточно удачно найденные дома слева, которые почти не требовали никаких правок. И после этого уже перешел к главным героям. Если при создании верхней части тела девушки удалось обойтись стоками и там не было ничего сложнее перекрашивания куртки из черного в желтый цвет, то с ногами вышло посложнее и я рисовал их силуэт с нуля, накидывая стоки уже только в качестве текстуры. Приятным стоковым удивлением тут конечно была лиса, которая чудом почти идеально соответствовала тому, что я придумал на наброске. Если бы я составлял топ удачных стоков в истории моего творчества, это было бы топ 3. Ну и дальше, подогнав все по цвету, я сразу прорисовал все детали, свет и тени почти до финального этапа. На передний план я еще добавил вот этот странный мостик. Не знаю почему мне так этого хотелось, но я считаю, что потратил неоправданно много времени на него. Я еще вызвал отсюда куски записи, где я очень упорно пытаюсь вписать его в перспективу. Не знаю, что на меня нашло. Я ведь даже знал, что потом наверняка вообще крупно финальный арт срезав всю нижнюю часть. Ладно, вот что поважнее, это вот эти башенки. Мне нравится то, из каких стоков я их собрал. Возможно, потому что я в кои-то веки очень грубо слеплил между собой разные куски стоков, а потом еще и грубо трансформировал все это под разные ракурсы. Вот в этом больше какого-то истинного духа фото баши и концепт артов, когда плюешь на то, ровно ли встали там кирпичики, если в целом все выглядит приятно и уместно. Я еще немного поправил разные куски переднего плана, и можно сказать, что большой этап общей сборки фона был закончен. И теперь можно переходить на более проработанный уровень. И начал я с горы. В первую очередь, конечно же, выделил голову, добавив позади чуть дымки. Без этого она совсем терялась. Ну а дальше я очень-очень много рисовал. Во-первых, легкие рефлексы от неба по краям, чтобы добавить горе объемности, а во-вторых, больше глубоких теней. Все-таки гора слишком пестрит детализацией, и тут мне было сложно. Мне всегда трудно решиться на избавление от детализации. Кажется, что зря собирал стоки, которые теперь местами нужно настолько погрузить в тени и туман, что их почти не будет видно. В этом, кстати, еще один плюс чистого рисования, ну или даже фотобаша с большим упором на рисование. Там-то, в принципе, сначала все, что хотел, рисуешь, а уже потом детализируешь и текстурируешь только те участки, где это вообще нужно. Не, рано или поздно я точно сдамся и больше уйду в рисование. Простите. С доработкой города, кстати, похожая ситуация. Как я уже говорил, он не должен принимать на себя внимание больше, чем персонажи. И поэтому также приходится очень сильно все прятать в туман и тень. Но благо, с такой более фактурной дымкой я обожаю работать. Для нее я использую разные свои дымные кисточки. Если не особо в курсе о них, они также доступны моим подписчикам на Бусти и Патреоне. Конечно же, сами кисти решают далеко не все. Стараться, рисуя с помощью них дымку, все равно придется. И уж тем более придется работать с цветом и светом, который с дымом ведет себя очень по-особенному. Тут без насмотренности никак. Да и просто намазюкать поверх недостаточно. Нужно все же подтирать этот дым по форме силуэтов отдельных домиков, чтобы город не потерял свою структуру и объем. Еще в этом плане снова помог тот отдельный рендер маски для труп. Их тут очень много и подтирать дым по ним вручную было бы очень утомительно. Ну а эту неловкую паузу я забью информацией о своем телеграмме. Раньше скептично относился к нему, но на фоне ежедневных новых пугачек о блокировке ютуба и того, как быстро разные соцсети становятся экстремистскими. Пожалуй, позвать вас в телеграмм – это не худшая идея. Нужно же какое-то место, где будет собираться русскоязычная аудитория, которая интересна мое творчество. На переднем плане с помощью подсвеченного дыма я немного выделил персонажей, а на дальней части города я, во-первых, прорисовал достаточно немало света на крышах, чтобы получше вписать город в окружение, а во-вторых, нарисовал дым из труб. А то странно получилось, когда дымом покрыт весь город, а из труб по сути вообще ничего не идет. Пока я не закинул на дальнюю полку все свое дымчатое настроение, я заодно и нарисовал облачка, в который погружен верхний город. Это еще и помогло получше выделить огни, подсвечивающие его. Ну и последний незадымленный участок – это здание на переднем плане. Сначала я накидываю просто мягкую воздушную перспективу и чуть вписываю дома и башенку по свету, попутно правя разные мелочи. Вот, кстати, сколько лет я уже занимаюсь фотобашем и обработкой фоток, всегда был такой тип людей, которые писали что-то типа «Ой, все заблюрил, чтобы спрятать кисяки». Ой, ну конечно, легко, все затемнеет, замылить, затуманить, чтобы потом не было заметно, как дерьмого объекта склеил. Думаю, многие такое встречали, это классика. Я уже давно даже не пытаюсь объяснять, что мне и правда нравится работать с глубиной резкости, с туманом, дымом. Это же все просто красивые художественные приемы. Но вот конкретно в случае с этой башенкой… Да, я навалил кучу дыма, чтобы спрятать криво налепленные куски кирпичей. И делайте с этой информацией что вы хотите. На последнем этапе я уже просто дорисовывал разные мелкие детали. В основном это всякие кусочки света на переднем плане, чуть больше детализации ног девушки, разные засветы, общая цветокоррекция и разные нюансы, которые мешали общему впечатлению. Где-то что-то пересвечено, где-то наоборот, где-то много детализации и так далее. Плюс, конечно же, по классике я возвращался к этой работе еще пару раз через пару дней, пытаясь осознать, что мне не нравится и чего не хватает. И я наосознавал более приятный цветокор, кучу птиц на переднем-среднем-заднем плане, винтовку, которую задумывал еще на ранних скетчах, но потом как-то потерял очередную перерисовку облаков для большей реалистичности, большую продуманность рельефа пригородной части горы и освещении домиков верхнего города, менее яркого тумана, который делал город слишком неоднородным и еще много разных мелочей. И наконец-то я доволен. Честно, за последнее время я редко бываю доволен своими работами и приятно снова почувствовать какую-то удовлетворенность результатам. Надеюсь и вам понравилась эта работа и было интересно наблюдать за процессом ее создания. Буду очень благодарен вашим лайкам и комментам, сейчас они наиболее важны. И огромное спасибо моим подписчикам с Бусти и Патреона. Для вас, как всегда, скоро выложу ПСДшник и полный видеопроцесс. До встречи где-нибудь и всем мир!